Проверки объекта в Ганде специалисты Комитета Державного контроля в Гомельской области проводить постоянно. И практически каждый раз выявляется третье инжае порушение, максимальное, предупрежденное законом штраф до 500 базовых величин. Правда, штрафов у таких померах гомельские контролеры еще не давали. Для этого кажут, порушению повинно быть занадто шмат, а такого не означается навод в буйных крамах. За захованием правил у Ганде в гробках в угле имкнуться сочить, але ситуации бывают разные. После завершения проверок, вся информация обовязково анализуется и инакировывается для принятия мер местовым органам УЛАДы и уладальникам объектов. Прежде всего, это несоблюдение правил торговли, когда субъекты имеют в реализации просроченные товары, не устанавливают контрольные ВИЦы в торговом зале, нарушают санитарные нормы и правила в части несоблюдения температурных режимов хранения, ну и ряд других нарушений. Выники проверок Комитета Держконтроля в Гомельской области дозволяют стверждать негативный уплыв на ситуацию в Голине, оказывая низкая якость гандлевого обслугования насельницам. Сирот означенных отмовных моментов так само выкористание состарелых обслуживания и отмова от применения сучастных методов гандлю. Вельми редко в гандлевых кропках выкористуюсь мероприемствы, які издольны оказывать на объемы продажу стимулирующий уплыв, акции распродажи, скидки на товары. А пошли этим больше актуально, что на фоне изнижения реальных грошовых доходов насельництва покупники дают перевагу больше танным товарам. Хлебушек подешевле, конфетки, подешевле, что самое такое копеечное стараются. Кефир подешевле, жирность меньше, цена дешевле. И вот это они стараются в основном и брать, а то, что подороже, денег нет. В первом квартале этого года специалисты Комитета державного контроля проверили 9 объектов гандлю и практически усюды означали порушение деятельного законодавства. От продажу проторминованных товаров до элементарной отсутности информации об реализуемой продукции. Олег Сентюров, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова